Всем добрый день, мы на канале Пакман, и вот у нас в гостях Алексей Саватеев, долгожданный гость, будет очень интересно. Саватану Пакмана. Алексей Саватеев, доктор физико-математических наук, проректор университета Дмитрия Пожарского, профессор Московского физико-технологического института, руководитель математического кружка в физтехлицее, наручный руководитель Кавказского математического центра, а также ведущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН. Ну, столько регалий, я думаю, что это не все. У меня Райгородский, который с нами всегда, это мой начальник в МФТИ и по Майкопу, ну, такой главный человек у нас вообще в этой большой математической движухе Москвы, и он ругает меня, потому что я не могу запомнить физико-технологический или физико-технический. Я не могу, не способен запомнить, но все-таки, наверное, физико-технический, да? Нет, по-моему, технологий, сейчас скажу. МФТИ, надо практический, значит, все-таки, да, все-таки меня, о, мне, значит, резануло ухо, и значит, я все-таки выучил. Да, а я просто думаю, что технологический что-то есть. Да, физико-технический, конечно. Вот, и это самое, да, в университете Пожарского я был ректором 4 года, и сейчас как бы немножко на пенсии немножко. А как вообще ректором вы, каково это? Я стал экс-ректором, знаешь, как бывает президент, нет, бывает так, бывает ректор, потом президент, потом почетный. Человек был ректор, стал президент, новый ректор, значит, пришел, потом новый ректор тоже хочет быть президентом, и для президента придумывают почетный президент. Да, 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 чтобы было не обидно, да? Да, да, это так в рэш. Да, ну, мы начнем сегодня разговор, мы как раз сегодня ехали с Алексеем, и по транспорту Новосибирская, по дорожной карте, и внезапно сразу начали разговаривать про вот некую топологию, да, и вообще вопрос про трафик, про... Я увидел дебильную ситуацию, когда, как бы, мы не могли повернуть из-за того, что должны были выглядывать из-за машин, пытавшихся повернуть с той стороны, и, ну, как бы, тут сразу напрашивается, очевидно, что это неправильно сделан светофор, но вот, я не знаю, вот это знание, да, мое, я им отягощен, да, оно мне мешает наслаждаться городами просто. То есть, едешь в Воронеже, да, стоишь в пробке 40 минут, просто так, почти на месте, ну, кое-где, ну, это было там два года назад, стоим и стоим, стоим и стоим, по чуть-чуть вот так приезжаем, потом подъезжаем к светофору, который просто, ну, тупо дебил вот, и его, ну, да, организовывал, то есть, там одна вот такая кнопочка, а они говорят, Алексей, ну, кому это нужно? Ну, кто, ты придешь к чиновнику, он скажет, видите вы, у меня что, своих проблем, что ли нет, ваш светофор менять? То есть, тут как бы проблема не теоретика игровая, людей, которые могут это поправить, вот Николай спросил, хочу ли я заняться исправлением российских городов, хочу я, там, 500 человек умеет это делать или тысяча. Уже умеют. Да, и вопрос исключительно в том, чтобы, ну, местные власти были готовы идти навстречу тому, чтобы исправлять, а не в том, что специалисты, конечно, есть, там, там, любой умный человек чуть-чуть, вот, посидев полчаса перед светофором, скажет, как его нужно сделать. Ну, да, но... Вот, ну, это такой, да, немножко, да, с утра получился негатив, я не люблю негативов, на самом деле, я очень люблю Новосибирск, и очень люблю погоду, вот эту вот зимнюю, нормальную. Да, у нас, кстати, зима обычно, да, хорошая, сейчас немножко потепление, вот, а сам, ну, сам трафик, он по какой, ну, по какой математике решается? По многим математикам, потому что... Ну, например. Ну, это оптимизация одновременно, да, это и теория игр, это еще, кроме того, ну, какое-то знание географии местной, вот, на реальной географии, то есть, нужно знать эти потоки, когда у тебя стоит оптимизация движения в городе, в котором есть матрица корреспонденций, ее еще нужно посчитать. Но дальше, значит, теория игр состоит в том, что, когда человек стартует из дома, у него есть всегда выбор, общественный транспорт или своя машина, ну, у меня, например, нету, потому что у меня своей машины нету, но большинство москвичей, да и вообще сейчас большинство россиян, я думаю, что имеет машину. Давайте немножко для слушателей расшифруем тогда и матрицу корреспонденций, и теорию игр в чем. Ну, матрица корреспонденций, это просто мы берем и для каждой пары пунктов отправки и назначения пишем число, которое означает, сколько людей из вот этой окрестности, ну, там нужна некая детализация, степень детализации, там, скажем, ну, мы не можем про каждого человека держать информацию, куда он едет, хотя современные компьютеры могут дать и такую возможность. Ну, допустим, да, мы немножко детализируем, там, вот берем его маршрут, да, и мы как бы про каждого человека есть маршрут, но теперь если мы детализируем, если мы до какой-то степени детализируем, например, степень детализации 10 тысяч означает, что у нас будет 10 тысяч узлов в Москве, в каждом там, в районе полутора тысяч человек, и эти полторы тысячи едут в разные места, да. Ну, и возникает несколько человек из этой в эту, несколько человек из этой в эту. Ну, и для каждой пары пунктов А и Б, да, есть некоторое количество народа, которое едет из А в Б. Ну, и мы строим граф. И мы строим матрицу или граф, это как угодно. Это можно назвать матрицей, можно назвать направленным графом. И этот набор данных, он еще должен быть получен. Это первая стадия работы. Вот это как бы нужно оценить. Это география. Потом начинается следующее, начинается идея, что эта матрица уже дана, и теперь надо организовать движение. Казалось бы, это оптимизация, задача оптимизации. Но нет, это не задача оптимизации, это задача теории игр. Потому что мало того, что ты должен выбрать, ехать ли общественным транспортом или на машине, ты еще выбираешь один из огромного, бесчисленного множества маршрутов, коих, грубо говоря, даже внутри прямоугольника, С из А плюс Б по А, где А и Б это стороны. Но это если город прямоугольный. Ну, а в любом случае это огромные числа, гигантские. И обычно там упрощается на каждом повороте, просто решает задачу, куда человек едет. И дальше это выбор его, а его выбор зависит от чего? От того, есть ли пробки на тех участках маршрута, сети, да, вот этой, куда он, значит, в сторону места, где он едет. И если есть и сюда, и сюда, например, пробки, он может вообще круглым вот так объехать, и это будет быстрее. Ну да. И все это надо учесть. Его выборы нужно, ну, предсказать его выбор, что тоже непросто, но в случае транспортных задач это проще, чем в каких-то других, потому что в случае транспортных задач предположение, что каждый ищет маршрут минимальный по времени, является рабочим и действует на пять с минусом. А вот Яндекс.Пробки, ну, Яндекс.Навигация, например, так же делает? Да, встроенные движки. Ну, там совсем тривиально там смотрят на, просто на, предсказывают пробки на пять минут вперед. Кстати, когда-то давали сегодняшнюю картину, и это совершенно неправильно. Почему? В смысле, прямо сейчас, да? Да, да. Ну, что прогнозируют будущие пробки? Ну, конечно, водители начинают прогнозировать, ну, понятно, да? Ехать туда, где нет пробки, и создают пробки там. Да. Вот. А сейчас на пять минут вперед она прогнозирует, да? Ну, типа того, вроде бы да, мне, по крайней мере, так говорили, правда, залезть внутрь к ним довольно сложно, что они там на самом деле, как именно, они ботают это все. Но понимание это, безусловно, есть у тех, кто это делает, что нужно прогнозировать вперед. И они как-то его подстраивают постоянно ползаначком. Ну, прикольно. Вот это и есть магия в математике. У нас, понимаете, мы занимаемся, когда робототехникой, в основном нас смотрят родители, ребятишек, которым там 10-15 лет, ну, 8-15 лет, и ребятишки эти очень часто не знают. Я с ними общаюсь, прямо вот, прямо с ними, не с родителями, а прямо с ребятами, и говорю, ну, что там задают там. И в основном они считают, что не нужны синусы, не нужны косинусы, не нужны эти математика нудные. Как бы вы все... То, что считают дети, вообще не очень важно. Ну, как бы, что они могут считать? Они же никто. Это мне ответ просто. Не, ну, реально, на самом деле, это какая-то вот сейчас какая-то странная тенденция либерализма, что там приходит профессор, начинает рассказывать математику, встает какой-то там этот молодой баран, да, и заявляет, типа, зачем она мне нужна. Да, розга мне надо за это, и все. Это дурацкие эти попытки что-то там умаслить их. Ну, наверное, потому что сейчас многие платно учатся, и за них платят родители. Я вам можно обожму розгу за такие, по-моему этому? Нет, ну, потому что реально, а как еще? Какое он имеет право на мнение? Ну, как бы, он еще его не нарастил, этого права. Он ничего не сделал. Вы повторяете буквально, точнее, у нас одни и те же слова, потому что я говорю, что пока ты еще не человек, ну, в полноценном смысле, ты где нужно обучиться. Нет, ты еще не гражданин, ты как бы формально по документам ты гражданин, но ты еще ничего не принес родине. Какой ты имеешь право вопрос задавать? Пользуюсь еще не сделаю. Ну, это у меня такой, да, экстремистский подход. Ну, у нас он совпадает. В Москве некоторые говорят, Алексей, ну да, но ведь нам же нужно убедить, чтобы они пошли к нам в вуз. Да. Эта задача уже зависит от их. То есть, как бы, получается что? То, что большие дяди, да, такие, как Андрей Михайлович Городский, да, который категорически со мной не согласен в том, что я сейчас проговорил. Да, да, да. Он как раз олибералит. Он говорит, так ты понимаешь, Алексей, смотри, да, ты прав, они не имеют права иметь мнение, но они же его имеют, и в результате к нам могут не пойти, а пойти к каким-то шарлатанам, которые им на простом языке объясняют, что там вот, да, синусы не нужны, и мы вам веселые вещи будем рассказывать, да? И мозги вот эти, которые могли быть у нас, они пропадут. И поэтому приходится подстраиваться вот про... Под рынок. Вот, да. И в этом, как бы, в этом проблема, именно за этим, и, так сказать, это одна из причин, почему, в принципе, многие занимаются такой вот брутальной популяризацией, и брутальная популяризация, это когда отвечают на вопрос, зачем? А продвинутая, утонченная популяризация, это когда тем, кто не сомневается в важности математики, ее излагают таким языком, чтобы проще вести в профессию. Вот этой части занимаюсь я. Я не занимаюсь первой, я не рассказываю, зачем математика, это уровень, который я не могу просто, я не могу на него реально, так сказать, встать. Вот. И поэтому я вместо этого я беру тех, кто уже прекрасно понимает, зачем вам нужна математика, я вижу в глазах блеск, я вижу, что с той стороны, значит, от, ну, понятно, так сказать, с противоположной стороны меня слушают люди, которые пришли, прекрасно понимая, что им это, по крайней мере, интересно. И я после этого, значит, их интерес удовлетворяю, это мое кредо. А Андрей Михайлович рассказывает, зачем нужна математика, очень даже увлекательно умеет это делать. Ну, вы немножко, мне кажется, все равно занимаетесь этим подспудно, потому что, слушая вас, люди, вот я лично знаю людей, которые не понимали, зачем математика. А, послушали ученику. Да, послушали. Ну, они послушали транспортный, допустим, сюжет. Я же в нем не говорил зачем, я просто рассказывал, как именно математика играет. Так, это инспекиирует, это действительно и вот успевает. Но если ты, как бы, если, ну, если ты изначально закрыт этому, то ты не поймешь, но, как бы, ты же не будешь, ты не увидишь даже этого. Ты не увидишь математику, если ты ее совсем не знаешь, ты ее не сможешь даже увидеть там, где она есть. Ну, я думаю, что совсем не знающих математику, он вряд ли найдет. Ну, давайте, раз мы начали с такого начала. У нас сегодня не очень много времени будет, поэтому будем его расходовать в неком полублиц. То есть вопросы, да? Есть вопросы подготовленные. Мы их собирали не только мои вопросы, но и с нашего методического комитета и так далее. Такой будет формат полублица, потому что дальше мы будем более развернутый. Формат будет уже там под стрим. Да, там будет доска. А здесь будет полублиц. Что такое полублиц? То есть можно отвечать быстро, не думая, как сердце скажет. А можно развернуть и поговорить. И первый вопрос... У меня это самое. Я хотел сказать последнее перед началом блица. Я вчера написал, что завтра в 7 метра по московскому времени... Ты что, издеваешься, что ли? Да, в 7 метра по московскому времени. Это самые хардкорные математики, наверное. Посмотрели бы. Первый вопрос. Раз вы говорите, не занимаетесь вопросом зачем, но все равно. Можете объяснить, зачем все-таки нужно изучать синусы и косинусы? В принципе. Не обязательно, чтобы заниматься математикой. Потому что это... Жизни как-то это пригождается? Нет, я про жизнь не хочу говорить. Но синусы и косинусы – это координатная запись комплексных чисел. А комплексные числа, они везде. Это каждому ребенку понятно. Это первая математика. Вот. Нет, просто для тех... Для тех, ну как бы для кого... Ну я не очень понимаю, как можно это объяснить тем, кто еще их не знает. Нельзя объяснить. Но это обычная история. Нельзя объяснить то, что человек не знает, зачем оно нужно. Если он не готов это узнать, он и не поймет, зачем оно нужно. Но это вот с головы, как бы на ноги все нужно обвернуть. Нельзя стоять вверх ногами. Надо стоять на ногах. Ты вначале узнал, что такое синусы, а потом тебя может заинтересовать. Ни по-другому не работает. Ты не заинтересуешь человека, который настроен на это не знать. Он будет... Он уже выбрал для себя определенную профессию. Знаешь, какую? Какую? А, ну, юрий. Курьер. А, курьер. Курьер, конечно. Нет, какой юрий. Ты что, без синусов ты никогда в жизни юристом не станешь. Нет, а вот курьером станешь, да. То есть, человек, который говорит, что вы мне вначале объясните, что такое синус и косинус, а потом я уже вас послушаю, он станет курьером. Ну, да, да. Очень уважаемая профессия. И очень оплачиваемая. Ну, пока здоровье есть. Всего оплачиваемая. На самом деле у нас... Ну, я издеваюсь. Да, да. Вы все поняли. Значит, у нас есть примеры, когда мы очень... Ну, обманывая как бы ребятишек... Ну, допустим, мы им даем робота, вот такого. Робот-шарик. Вот это робот BB-8, да. Здесь еще сверху сам робот должен быть, да. И он, точнее, не должен быть, он где-то у нас. И вот он катается вот так вот и так далее. Значит, и он, допустим, должен следить за шариком, за мячиком. То есть, есть инфракрасный мячик и есть прям соревнования роботов-футболистов. Замечательно. Вот, это мой вопрос был. Да. Это мой вопрос. Сейчас 20-й год кончается. Да. В 10-м году я поспорил, что в 30-м году чемпионом мира будет команда роботов, а не людей по футболу. Могу проиграть, да? Можете проиграть, но в 50-м точно. На 50-й я бы поставил деньги. У меня, мои коллеги, вот кто из робототехники, говорят следующее, что это зависит исключительно от вложения денег. Только. То есть, сегодня есть все, чтобы сделать команду победителей. Я поддержу, да. И если кто-то, какой-нибудь супербизнесмен, Илон Маск, например, вместо этих там, которые летают, скажет, а дайте мне команду, которая обыграет сборную Франции и Германии по футболу, то ему сделают ее буквально за два года, и я выиграю. Это верно. С одной стороны, это верно, но с другой стороны, робототехника все равно, она немножко придает свое, тут есть люфты, есть проскальзывание, и когда в реальной жизни человек тоже же подстраивается, и если реальных людей против реальных роботов, то есть, реальные роботы могут очень точно бить, очень все пасовать безукоризненно, но реальные люди все равно подстроятся, и, скорее всего, пока что еще выиграют люди. Ну, то есть, я бы не ставил деньги свои. А удар по мячу нельзя настроить там со скоростью 500 км в час, и тогда ни один вратарь ничего не возьмет с 50 метров. Боюсь, порвется мяч там, ну, то есть, там надо что-то регулировать, вот. Ну, вообще... У меня просто была идея, что роботы должны играть совершенно по другой схеме, то есть, их надо запрограммировать не на вот эту вот обычную... Не на обычную игру, да, а на суперточный удар. Во-первых, суперточный удар, во-вторых, очень точный пас, то есть, ты расставляешь их там в нескольких местах, и пока он на тебя набегает этот... У меня тоже были такие идеи, вот. Они были, как бы... И все, раз-раз-раз, это и проскатываешь. Я хотел, что вот такой удар от ворот часто пропускается очень высоко, который прямо в девяточку вот так залетает по параболе, да, вот такой просто удар. Я всегда мечтал быть вратарем, и я действительно мощный был вратарь когда-то в своей молодости. Я тоже был вратарем. И я всегда настраивал удар от вратаря, то есть, я пытался настроить такой удар, чтобы забивать, а зачем нужно просто забивать? Ну, это мы так немножко увлеклись. Так вот, если робот следит за мечом, ребенку очень здорово, ему еще математика не начинается скучная, он начинает играть с роботом, вот с такой... Такая игрушка практически, но ребенок сам его программирует, а потом она следит, допустим, за мечом. И окажется, чтобы следить за мечом, нужны синусы. Ну, естественно, это... Да, нужна координатная плоскость, да, не проекция. И он сам начинает говорить, а как следить за мечом? Мы говорим, вот нужно синусы изучить. Вот. То есть, мы вот таким немножко обратным инжинирингом занимаемся с ребятами? Ну, понятно, да. Нет, ну, у каждого свои, как бы, способы, может быть, как-то вовлечь в эту математику. Но все равно, мне кажется, что вот этот вопрос, его неправильно даже задавать. То есть, вот есть что-то неправильное в этом. Дети его не задают. Его за детей почему-то задают всегда журналисты. Вот это вот, как бы, этот вопрос не задают школьники. Это, я говорю, типа, розгами. На самом деле нет тех, кого надо розгами. Это взрослых надо розгами. Да. Дети такие вопросы не задают. Это те, кто не смогли выучиться синусом и косинусом, в 25 лет хитро перекладывают якобы вот... А вы объясните вот этому ребенку мне 15 лет назад. Так вот, 15 лет назад тебя надо было бить розгами, а не выяснять. Абсолютно правильно. Вот и все. Да. Я немножко здесь слухаю. Вот что верно. Действительно, не ребятишки это задают. Это не ребятишки. Ребятишки не задают. Но ребятишки задают другие вопросы косвенно, которые ведут к тому, что они тоже не сильно пылают желание вот этим всем заниматься. Мои ребятишки спрашивают обычно там, Алексей Владимирович, расскажите поскорее про комплексные числа. Я говорю, ну подождите, ты еще как бы ростом не вышел. Сейчас мы еще должны как бы движение прямое, движение окружности. Потому что вы задаете комплексные числа. Так вкусно про них рассказывают. Но я готов все равно пойти вперед и сказать еще до того, как он будет все знать, что комплексные числа это точки плоскости. Чтобы он хотя бы знал, на что ему дальше будет ориентироваться. То есть, мой опыт стоит в том, что таких вопросов никто не задает. Из тех, кто ко мне приходит, таких вопросов не задают. Приходят люди, которые задают другие вопросы. Наоборот, расскажите мне как можно скорее что-нибудь такое. У меня был стрим, на котором я спросил, публики было не очень много, там по-моему человек 27, но я спросил игровую задачу. Ну, то есть, я игроман, я играю в игры, в киберспорт и так далее. У нас частично, ну, преподавание наше хорошее, в частности, потому что мы хорошо умеем завлекать то, что нравится ребятишкам. Ну да, игра, это такая штука, да. И в игровой формате, именно самое лучшее образование, именно в игровом формате. Я думаю, вы это подтвердите. Ну, по крайней мере, это неплохое, да. И я задал такую задачку. Вот есть воин, да, у него есть меч. Значит, он бьет раз в секунду 100 урона. То есть, у него урон в секунду 100 единиц. То есть, 100 единиц, 100 дэмэджа в секунду, 100 дпс. Надо понимать, что я вообще мимо всех игр, поэтому я... Не суть, это вот чисто мотивация. Он 100, значит, 100 единиц перекладывает в секунду, да, 100 единиц урона. Вот. Потом его магической палочкой заколдовали, его меч, что он 50% шанс, у него стал 50% шанс критануть в 4-х кратном размере. То есть, 50% шанс ударить в 4-х кратном размере. То есть, то он бьет просто 100 раз в секунду, то он бьет 4-х кратно. Как во сколько раз увеличилось его урон? И мне никто на стриме не ответил. Вот. И это, в частности, для этого и нужна математика. Чтобы даже в играх считать... Мамат ожидания просто посчитать? Ну да, ну какое. Сейчас, значит, еще раз. Он раз... Раз в секунду бьет 100 урона. Да, а теперь что сделали? А теперь ему как бы дали свойства. В половине случаев он бьет. В половине случаев ударять 4-х кратного размера. В половине 100, а в половине 400. Ну, 250, понятно. Да, совершенно верно. Но там... Пытался понять, где подвох. Подвох в том, что все ответили, что будет бить в 3 раза больше. Один из моих любимых вопросов, не знаю почему. Минимакс или Максимин? Как правильно? Ну, это... Да, это... Слушай, это реально на любителя просто. Ну, Максимин. Я человек, который любит гарантии. Поэтому Максимин. Нет, а вообще Минимакс, по-моему, не существует. Нет, в теории игр равновесие гарантирует тебе минимум. То есть, минимально от максимального? Да, если равновесие, то это по Минимаксу минимум, а может быть и больше. А если ты считаешь, что весь мир против тебя, то Максимин. Но если ты хочешь гарантии, то лучше Максимин. Ну, да. Потом расшифруем. Это действительно философия. Это вопрос глубокой жизненной философии. Я абсолютно согласен. Потому, что я всем всегда говорю, что надеемся на... Ну, Максимин расшифрую. Это надеемся на лучшее, но готовимся к худшему. То есть, если мы поступаем именно так, что... Еще более жестко, да. Весь мир против тебя. Выбери такую стратегию, которая тебе гарантированный результат увеличит как можно сильнее. Да, да, да. И это Максимин. Да. Минимакс – это поиск равновесия уже. Это поиск своего ответа вот такого как бы. Вот ты веришь, что ты обыграешь мир. Да. И тогда ты смотришь, как... Ну, что, следующий вопрос тогда. Ну, вот. Значит, что круче? Пи или Е? Или, может быть, другая какая-нибудь константа? Ну, видишь как? Пи круче в том смысле, что доказательство твоего трансцендентности гораздо сложнее. Для Е это, там, обозримая она за час, наверное. Для Пи это несколько лекций. Вот. И более того, там, то, что Е иррационально демонстрируется мгновенно, буквально мгновенно, когда ты пишешь этот ряд, 1 плюс 1 плюс 1, 2 плюс 1, 6 плюс 1, 24 плюс 1, 120 и так далее. Предположение, что оно равно м делить на n, приводится к противоречию почти сразу, если ты обрубишь по n, вот по n плюс 1 и домножишь на n, то здесь очевидно будет не целое, а справа сидит целое. Все, я тебе доказал, что оно иррационально. А уже для Пи доказательство иррациональности самое простое, которое мне известно, как раз через синусы, через интегралы от синусов некоторые. Вот, поэтому правильный ответ на вопрос, зачем синусы и косинусы? Ответ, чтобы самым простым образом доказать иррациональность числа Пи. А это важнейшая народно-хозяйственная задача. Вот. Так что Пи, конечно, круче, потому что оно сложнее просто, по сути, это более сложное число. Но Е может быть даже более важное. Но они же связаны, поэтому, так как Е в степени и Пи равно минус единице, то на самом деле они находятся в прямой тесной интимной связи математической. Ну и ИИ еще, да. Вот. Ну а какие-то другие, может быть, константы отметите, которые вам помогут? ИИ, ну вот, ИИ, вон тут, видишь? Я сразу вижу, что комплектное ИИ есть на столе. Ну вот, я всем рассказываю, обычно, когда меня еще спрашивают студенты, то есть, а студенты вообще очень нынче пошли, не знаю, как у вас практика, у нас же больше трех тысяч студентов работают в лиге, как преподаватели, и как, ну, наша рабочая сила. Классно, да. То есть, мы, как бы, пропагандируем сквозно, да, то есть, мы обучаем ребятишек. Три тысячи? Ну, по всей России. А, ИИГа по всей России, да? Да, 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 ну, у нас 48 городов сейчас. Москва, Питер, Новосибирск, везде. Да, я сейчас попытался представить себе три тысячи студентов в Новосибирске. Нет, 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 в Новосибирске 150 где-то, вот так, вот, но это не постоянные работники, это именно они приходят, одну дельту ведет, или там инженером, или помогает, или там и так далее, вот, но очень много студентов, и качество студентов, с одной стороны, ну, они жизненные, прикольные, но знания очень слабые. Ну, вот, конечно. И, более того, сейчас зараза пошла инфобизнеса, не работай на дядю, вот, ну, как бы, будь самостоятельным, бизнесменом, там, троллевали с Ауди, пости, там, фотографии, и, в общем, им очень сложно сейчас прививать, вот, особенно вот эту любовь к математике, вот, и я им всегда говорю просто, когда у меня начинается, когда они начинают атаковать массово, что это все не нужно, не нужно, робототехника, гирос... Ну, я всегда говорю, если вы умный, то у вас один вопрос, ну, они считают себя умными, шибко, я говорю, тогда вот дрон, дрон, или ваш телефон, скажите мне, в нем акселерометр, или гиросенсор, или гироскоп, и в чем разница акселерометр, гироскоп? Я вообще не имеющее понятие. Они вообще, они не имеют ни малейшего понятия, но они себя считают крутыми. Так я ставлю там на место. Потом другие говорят, что это все не нужно, это все туфта, потому что шоу-ми-йо-мани, да, как говорится. Вот, покажи мне твои деньги, и я скажу, кто ты. Я им говорю, что зачем нужна математика? Я говорю, экспонента, вот знание числа экспонента, они говорят, зачем нам знать экспонента? Я говорю, меня сделал экспонента миллионером в девятом классе. Вот знание числа экспонента. Вот, может быть, вы даже догадаетесь, то есть, я... Ну, деньги какие-то, проценты, да, большие были? Ну, просто, вот, позвольте еще раз поговорить. Очевидно, да, очевидно. Капитализация вклада я вложил и три года. Вот, но вы понимаете, да, что я кому не рассказывал... Нет, что-то у меня нет таких проблем, мне не задают такие вопросы. Ну, вот у нас в реальности пока что... Не задают, нет. Все так... Мне не задают, мне задают вопросы, наоборот, с той стороны, что поскорее бы перейти к чему-нибудь. Значит... Ну, я говорю, да, у меня школьники в физтехлицее. Ну, да, у вас, наверное, очень крутые ребята. Вот. Не, ну, я вообще, в принципе же, в реале я веду сейчас только в физтехлицее. А до этого у меня было очень много проектов в реале, но ни один из них не был связан с необходимостью кому-то что-то, вот, объяснять какую-то важность. То есть, ну, никогда в жизни не было так, что перед нами сидит аудитория, которую я еще должен доказать, что я должен им что-то преподавать. Да пошли они нахрен. Ну, я такие аудитории не беру просто, ну, не знаю. То есть, это просто не бывает, это невозможно. Я, ну, обычно, так сказать, если я берусь читать курс, я вижу, что это люди, которым это интересно и важно, по крайней мере, многие из них. И это, ну, как бы... Ну, я, слушай, я не решаю вопросов, отвечать на вопросы, зачем синус и экспонента. Я тебе просто очень сочувствую. Да нет, это все нормально. Нет, мы в каком-то смысле точно так же поступаем. То есть, ну, не конкретно я сейчас веду занятия, а когда к нам приходят, если это не нравится, пожалуйста, вон мир. Да-да-да-да. Дверь там, все вперед. Все вперед. То есть, в этом смысле... Да-да, курьерская сумка тебя ждет. Я всегда говорю, курьерская сумка тебя ждет. Ну, вы серьезно. Я вот себя хочу найти сейчас... Ну, это я как, это мне нечасто говорю, это мне приходится говорить только на интервью. В реальной жизни этого не происходит. Еще раз, не происходит никогда. Никто из моих реальных студентов в школе... Я понимаю тоже, почему это происходит. Итак, следующий вопрос с картинкой от знатоков. У нас в Академгородке была недавно предвыборная кампания. И вот внимательно посмотрите на вот эту картинку, мы ее зрителям покажем. И вам ничего не кажется странным на ней? Не, ну, это же как бы такой, это художественный калаш. То есть, пределы интегрирования, какие-то треугольники и кружки, надо просто ради красоты. Это ради красоты. Допустим, пределы интегрирования можно же по разным... Допустим, условно от квадрата до круга найти площадь. Ну, это надо этому придать смысл. Ну, как бы тут... Ну, как обычно там, f от x обычно пишут как бы по dx по мере некоторой. А здесь она сразу дискретный интеграл берет. То есть, она берет прединтегральную сумму. Ну, да, если ты берешь интегральную сумму, да, то есть, ты режешь отрезок на несколько кусочков, допустим, на 100 кусочков, в каждом кусочке случайно берешь точку и вычитываешь значение функции, суммируешь и делишь на n. Это дискретный интеграл. Его, в принципе, можно записать, такую формулу. То есть, вместо d, t написать delta t и считать, что ты берешь приближение. Ну, я не уверен, что Анастасия Близнюк в курсе дискретных интегралов. Но не знаю, может, и в курсе. Ну, ладно. Я не знаю. Защитили немножко. Ну, я просто, я не знаю, может, это как бы... Это же так, это как бы... На мой взгляд, delta t... То есть, она просто хотела написать delta и... То есть, pdt хотела написать, да? Да, pdt, мне кажется. Ну, delta t... И заказала какому-то дизайнеру, кто это не знал. Можно не намерен. Будем думать так. Ну, то есть, тут вопрос, как в каком месте... Или это, наоборот, намеренно, чтобы привлечь внимание, что любой житель Академгородка, конечно... Что не все еще совершенно, да. Как бы будет... Ну, в общем, вы, как порядочный человек, сразу начинаете защищать. А я, когда сказал... Я не знаю, что это за тетка, потому что она хорошая. Да. Я не видел ее никогда в жизни. Да, может быть. Хотя, если честно говоря, лицо знакомое, возможно, 15 лет назад, когда я там жил, я ее и встречал. Да. Кто это? Но все равно интеграл по ДТ должен быть, потому что здесь уже... Полноценный интеграл, да. Здесь уже свершился предел. По мере, да. То есть, что такое ДТ? Мерли-бега. Что вообще, на самом деле, обычно... Вот этот вопрос, кстати, мне задают очень часто. Что за ДТ? Зачем его все тянут за собой? Почему интеграл от Ф от Икс по ДХ? Что значит... А не по Дельта-Икс? Я говорю, смотрите. Нет, нет, не по Дельта. Вообще просто. Ты же нарисовал функцию, написал интеграл от Ф. Кстати, я сам, если честно, я очень часто это пропускаю, чтобы лишнее не писать. Это так. Это для студентов. Это для студентов, чтобы их дисциплину не держать. А так, понятно, что мы имеем в виду. Мы имеем в виду площадь под кривой. Но. Что значит площадь, да? Когда мы договорились... Площадь-то что-то на что-то. Нет, проблема в другом. Когда мы договорились о том, что все точки отрезка равноценны, равнозначны. У нас такая демократия точек. Это очень важно. И если демократии точек нет, если в каком-то месте утолщения, да, то есть, ну вот, например, допустим, это вот жители некоторой улицы, и ты хочешь узнать среднее мнение этой улицы по вопросу, ну там, по какому-нибудь политическому вопросу. Среднее мнение этой улицы там... Средняя зарплата. Ну да, да, хорошо, давай, да, чтобы без политики. Средняя зарплата, да? И вот ты, будем считать, что, ну как бы, что зарплата, ну такое довольно странное предположение, что зарплата определяется именно адресом, что если по этому адресу ну там живет много народу, то, ну как если близкие адреса, то близкая зарплата. Ну хорошо, допустим, да? Допустим, допустим. Перенес сюда. Ну или просто ты, просто ты взял и упорядочил по зарплатам население, да? И если ты после этого, значит, ну вот у тебя какая-то, тебе нужно там средняя зарплата, ты берешь интегралу просто от вот, от постоянной вот этой вот, ну так сказать, ты берешь интеграл, ну вот средняя зарплата, да? Ты предполагаешь, что у тебя, если ты берешь интеграл, да, по этому отрезку от зарплаты, то ты предполагаешь, что в каждой точке живут одинаковые, ну как бы одинаковые количество народов. Если где-то вот там очень много людей вот с зарплатой там вот такой и очень мало с такой, то это гораздо больше вес имеет при вычислении и уже интеграл, просто прямой интеграл ПДТ брать нельзя, потому что мера не Лебега, а мера является более, она скошена, вот. И именно мера Лебега имеется в виду, когда пишет ДТ, а вообще интеграл берется по ДМЮ, по мере, вот это надо понимать. Интеграл берется по ДМЮ. Да, по мере, потому что в более общей ситуации тебе нужно учесть, кто где живет, а может один вот такой вот жирный чел, его зарплата вообще важнее всего, и тогда берут... У меня сразу натолкнулись на вопрос, мы еще дойдем, наверное, все-таки до политики. Сразу вопрос про среднюю, средняя или медианная зарплата, как правильно считать? Ну, смотри, для чего? Ну, вот нам говорят, средняя зарплата сколько в России? 30 тысяч. Ну, наверное, примерно, да. А что такое, ну, в смысле, вопрос для чего? Но в школе преподаватели все получают по 15-20, у нас в Новосибирске, ну, одна ставка, они поэтому работают на двух ставках или где-то подрабатывают еще как-то, вот, коэффициенты себе пытаются... Поэтому берегу на политике. То есть, ты уверен, что уже пора переходить к политике с областью образования или еще есть какие-то другие вопросы? Просто если мы начнем про политику в области образования, мы закончим на ней навсегда. Ладно. Сейчас мы тогда в конце перейдем до этого. Да, но что касается средняя или медианная, это вопрос глубоко философский, он не математический, потому что это разные показатели распределения, и в одной ситуации важно одно, а в другой – другое. Если тебе нужно узнать, сколько мяса съедает, ну, мясо – плохой пример, мясо, так сказать, упирается в некий потолок, нельзя съесть больше мяса, чем в некоторых конечествах, да? Ну, там просто сколько товаров и услуг взять, вот, вот, ЖДП, да, там, посчитать, ну, или как он, просто сколько народ тратит вот в стране суммарно денег, то это будет профессионально средняя все-таки зарплата, потому что у этих всех миллионеров будут там яхты дорогие. Это будет, именно средняя будет показывать. А если ты хочешь узнать, например, если ты знаешь, что вот это население поддерживает одну партию, а это другое, другую, и хочешь узнать, какая пройдет, то тебе нужен, естественно, медианный, потому что он определит, за кого будет больше, и тогда, естественно, тебе надо считать медианная зарплата, а не средняя. Ну, вы, как бы, вот именно зарплату, вот вы, министр, как бы вы именно зарплату считали все-таки? Нет, это зависит от задачи конкретной, которую я сегодня решаю. Поэтому это, ответа, одного ответа здесь нет и быть не может. Есть и много других мер. Есть квантильные меры, например, если министр там... В квантильном смысле мы немножко отбрасываем. Ну, я просто беру, да, например, нет, я просто вот, допустим, меня может интересовать... Если я министр, которого интересует неравенство, я не буду таким министром, но если есть министр, который вот в первую очередь, первую голову интересует неравенство, он берет первых 10% миллиардеров, делит, значит, на 10% соответственно самых нищих. И это будет, как бы, показатель сильнейшего неравенства. Там или... Может, он с этим будет, там, например, войдет... А как изменить ситуацию, чтобы этот коэффициент поменять? Вот подумай, как. Начинает от политики, да. Нужно раздать, да? А где взять то, что нужно раздать? Отнять, правильно? Да, да, да. То есть, нужен пулемет, потому что эти люди очень богатые и защищенные. Они не отдадут, да, да, да. То есть, значит, у нас начинается... Вот если ты начинаешь в эту сторону рыть, ты понимаешь, что, ну, снизить неравенство существенным образом эта задача институциональная и теоретика игровая. И может привести к, ну, как бы, к очень большому числу неожиданных для тебя последствий, если бы ты был министром. Вот. Но, с другой стороны, локальные подзадачи можно конкретно решать. И, например, чем мы хуже Ирана? Там, мне часто спрашивают, чем мы хуже Америки. Америки, мы не хуже Америки. В Америке, там, например, в обычных школах ситуация все еще гораздо хуже, чем в России в обычных школах. В Америке средние не смогли посчитать. Ну, то есть, и более того, даже если мы оставим то, что знают, в знании мы их догоняем потихоньку. В знании в средних школах мы падаем в ту же пропасть. Но вопрос атмосферы средней школы такой, если взять какой-нибудь Горлем, там гораздо хуже, чем в типовом районе, даже не только Москвы, но и в других городах. Как в Яралаше, где в школу Хазанов приходил, боятся даже зайти. Ну, да-да-да. То есть, на самом деле, как бы с Америкой... Преподаватели. Те, кто нас сравнивают с Америкой, почему-то рисуют обязательно долину, обязательно силиконовую долину, да? МАИ, 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 Сочувствия, Судово. Я не понимаю логики. То есть, они сразу себя там видят, да, в силиконовой долине, да? Кто вам долго радует, что вы там окажетесь? Да-да-да. То есть, если ты окажешься в Америке, ты можешь оказаться безработным, никому не нужным там поливальщиком улице или тем же курьером. Ну, и в целом, Америка очень разная по слоям и очень разная по районам и так далее. И когда спрашивают там, чем мы лучше Америки или хуже, чем мы хуже Америки, я отвечаю, мы ничем не хуже Америки вообще. И какие-то институциональные правила там удобнее устроены, да, там для бизнеса там лучше, какие-то более справедливые у нас. А вот если мы сравниваем с Ираном, то мне становится обидно. Потому, что в Иране учитель и врач – это профессии не только всеми уважаемые, но и очень высокооплачиваемые. Абсолютно верно. И поэтому вот Иран – это такая страна, которая часто приводит как страна-изгой, такая вне западного мира, так на самом деле страна-пример. Да, страна-пример. Да, во многом страна-пример. И вот это я не понимаю, почему у нас, почему учитель – это такая профессия, да? Учитель – это такая профессия, куда никто не хочет идти, да? Почему? И кто так с нами поступил? Почему мы разрешили так поступить со всей страной? Как это вышло? Как-то, само собой, тихой сапой в это пришло, да? Давайте я, пока мы далеко не уйдем, я расскажу один, ну, как бы полуанекдот. Это реальная история, но не наша. Не наша, я ее подсмотрел где-то. Давай. Приходит мужчина в паспортный стол менять паспорт. Ну, там, в 40 или там лет когда-то менять. И его спрашивают, место рождения, он говорит, Ленинград. Говорит, место проживания – Санкт-Петербург. Причина переезда. Говорит, революция. Ну, или там, контрреволюция. События 19-го года. Ну, ладно, давайте сюда сильно тогда не заходить пока что. Нет, это просто да. Иначе это, как бы, здесь можно продолжать об этом долго говорить и что будет, если я стану министром образования, я тоже могу говорить об этом, но я это говорил в интернете и так много. Просто когда-то были времена, давайте так, и даже сейчас есть на планете, когда учитель был самая уважаемая и еще и высокооплачиваемая профессия. И инженеры тоже были довольно... Ну, насчет инженеров, если ты имеешь в виду Советский Союз, то ситуация совершенно... Ну, это, как бы, сейчас очень много мифологии. Нет, я понимаю мифологию. Инженер, это из песни «Я инженер на сотню рублей и больше я не получу». Это поздний Советский Союз. Помнишь БГ, да? Да, да, надо тоже не путать поздний Советский Союз. Ну, в общем, да, история, там, история этих профессий в СССР, она очень неоднозначная, но факт тот, что сейчас на планете есть места, где учитель и врач, это очень уважаемая и высокооплачиваемая профессия. А значит, нам к этому можно стремиться. Раз где-то можно, значит, и нам можно. Да, да. А советский опыт, я бы на него вообще не оглядывался, потому что очень много вранья было и, как бы, ну, потом достроилось в наших головах, достроили картину Советского Союза. Ну, ностальгисты достроили. На самом деле, это очень много чего сегодня придумывают. Я помню, что не было, уже я даже помню. Сейчас достраивают намного больше тех, кто достраивает супермракобесную картину. И также есть те, кто достраивает идеалистическую. Мы называем, мы как робототехники очень простые люди. Это называется, значит, сломанный ПИД-регулятор. Пропорциональный интегральный дифференциальный регулятор, который позволяет дрону вот так вот маневрировать между ссылой и карибдой. То есть, мы, на самом деле, все маневрируем между ссылой и карибдой, между белым и черным, как велосипед между лево и право. Между белым и красным. Да, между белым и красным. Слишком вправо – плохо, упадем вправо. Потому что гражданская война продолжается. Слишком влево – тоже плохо, упадем влево. Поэтому, получается, не прав ни тот, не тот. Я всегда говорю, что надо ехать, как вот на холмике, тебя тянет в пропасть вправо, в пропасть влево, а ты должен быть шариком, который маневрирует вот так вот, как вот самолет, на самом деле, это же крайне неустойчивая, на самом деле, история. То есть, он чуть-чуть вверх, и он начинает все сильнее тянуть вверх, ну, как бы силы подъемные. Или чуть-чуть вниз. Угол атаки, бах, и все. Да, и чуть-чуть вниз он начинает падать. И, получается, это такой расходящийся регулятор, который стремится, чем сильнее отклоняется влево, тем сильнее стремится упасть влево, тем сильнее падает влево, тем сильнее стремится влево. То есть, такой пропорционально быстро падающий. А настоящего регулятора, который балансирует этого, нету в жизни. То есть, в жизни нет такого, что ты падаешь, и тут же, как матрешка, возвращаешься обратно. Падаешь, тут же возвращаешься. Это и есть наш стержень, наш интеллект, наша душа, если угодно, которая нас должна возвращать. Но для этого мы должны понимать меру, понимать, где черно-белое, где сцилла-карибда и так далее. Если мы этого не понимаем, мы и не поймем, куда мы падаем и зачем. В истории все сложнее, но что касается сегодняшнего дня, здесь оценки совершенно однозначные. Задачка. Мне звонят, когда агрессивно атаковали с продажей интернет-провайдеры. Может быть, у вас было такое тоже в Москве. 100 тысяч штраф по законодательству. Если сейчас звонят? Да, если тебя звонят, и ты не просил рекламу, ты заполняешь заявление, берешь договор, у тебя вот, допустим, тебя звонили на некоторый телефон. Сейчас все расскажу. Я всем рекомендую это делать обязательно, потому что эти сволочи достали всех, и надо, чтобы им было больно очень по деньгам. Значит, смотрите, если вам звонит любой, абсолютно любой спамер, то есть звонок, который вы эту рекламу не просили, вы не разрешали, ее вам звонят или присылают смс, то нужно заполнить на каких-то госуслугах или в чем-то в этом духе заявление. Можно и физически. Я пока не до конца разобрался, у меня друг вот сейчас меня инструктирует, нас с женой достали уже настолько, что мы сейчас этим начали заниматься. Значит, нужен договор на данный номер, куда звонили. Договор. Внимание, МТС отказывается их распечатывать в пунктах, потому что они самые главные спамеры, на самом деле. Да, я понял, понял. Вот. И, значит, они отказываются. То есть, здесь особая история. Вот сейчас я, потеряв договор, я не знаю, как я подам, но она уже договор не потеряла. И, значит, с этим договором дальше вписываются те номера, с которых шел спам. И суд, значит, если есть запись разговора вообще все, это 100%, это все, а им вкатят 100 тысяч штраф. Но не в пользу вас, а в пользу государства. У нас так устроено все, чтобы, ну, как сказать, не очень много народу, чтобы ты... Ну, хотя бы 25% было. Нет, ноль. Если ты как бы, вот, у нас так устроено, чтобы воспитывать граждан, то есть, чтобы ты не за деньги это делал, а... Просто. Просто, да. По долгу службы, ну да. Ну вот. И, значит, соответственно, штраф пойдет в казну государственную, но именно поэтому эти суды выигрываются. Ну да. Иначе бы тебя послали нахрен и все. Ну это тоже теория игры, да? Да, да. И эти суды выигрываются. Это абсолютно здесь, правда, можно найти. Есть очень много примеров, выигранных судов. Более того, даже если не записан разговор, говорят, что эти, когда начинается это дело, ну там много месяцев оно лежит, потом к нему, значит, приходят, вот, кто там ведет пристав, он звонит, говорит, скажите, пожалуйста, в чем была причина этого звонка? Да. Какая ваша версия, да? Вот этот человек не записал, но утверждает, что это был звонок спама. Какая ваша версия? Изложите и, значит... Все плохо извиняется. Но, как бы, туда-сюда и, в общем, признаются, на самом деле, что это спам, потому что это, ну, как бы, по сути, пока их дел немного, они просто, как бы, откупаются. Но никогда больше на эти звонки, вот, кто выиграл дело, никогда больше не звонят. Нет, это логично. Кстати, здесь мы пришли к тому, что довольно любопытная вещь, заметьте, реклама – двигатель прогресса, да? То есть... Да, ничего подобного, реклама – это доставатель людей. Да, нет, сейчас в итоге... Ну, в смысле, реклама, оно... Ну, это просто старый... Оно двигатель капитализма, да, назовем так тогда. Но сейчас в итоге пришло к тому, что настолько много рекламы, что мы от него, как вторая волна, да, начинаем отнекиваться, и Ютуб, 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 который изначально на рекламе зарабатывает, теперь продает аккаунты без рекламы. Вы не видите в этом... Например, у меня, у меня платный аккаунт. Да, нет, вы не видите в этом какой-то, как это называется, ну, сюрреализма? Нет, это совершенно естественно, это естественный прогноз любого... То есть, это совершенно обратный процесс. Нет, это в точности задача о... Эм... 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 Эта задача переиспользования ресурсов. Самая... Одна из самых классических задач. Задача... Как же она называется? Общинный участок. Эм... 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 Вот... Коронавирус, память, отшиб. Сейчас. Эм... Как эта задача называется? Ну, когда много... Много пастухов, своих коров присылают на один и тот же... Эм... Эм... Этот самый участок. И вот они все его... Ну, слушатели знают, что это за задача. Знаменитая задача. Ее лейтмотив везде. В рекламе тот же самый. То есть, все достают своими рекламами всех нас. Да. И уже достали так, что дальше некуда. Но для каждого конкретно в равновесии более выгодно как бы продолжать. И именно вот эти суды со стратегическими штрафами это и регуляция этого равновесия. Вот. И это... Чему это приведет? Да. Ну, нет. Если будут суды, они будут аккуратнее уже. Это все будет уходить. Но в Ютьюбе, да. В Ютьюбе, конечно... Ну, как он просто, так сказать... Тут совершенно все очевидно. Понятно, что он этим всех достает. И можно откупиться. Что он и делает. Ну, как бы Ютьюб же не... На данный момент он ничем альтернативно не может быть заменен. У нас нет сети, где человек бы встал и сказал, я теперь новый Ютьюб. У меня не будет никогда рекламы. Нет. Я имею в виду, что вот волна дошла до этой стенки. Перенасыщение. А она пошла обратная волна. Что... Нет. Зачем? А никакой уже дальше как бы... Отказ от рекламы. Дальше просто... Да. Да. Ну, конечно, но это же за деньги. Это же за деньги. То есть, Ютьюб своего добился. Ну, так нет. Я имею в виду, что рекламодатель... Я как рекламодатель в Ютьюб меньше готов вкладывать... Да, конечно. ...в рекламу. Потому что он откупается. Наоборот. Потому что народ откупается. Это же обратная волна. Она может привести к любопытной истории. Да, это правда. Но там все равно будет куча школьников, которые не будут никогда платить за... Ну, да. А это самое будут просто ее пропускать. Видимо, это такое равновесие там и достигнется. Такая задача была изначально другая. Вот мы любим заговориться, так сказать. Мне звонят, и я все-таки, ну, так. Я иногда подшучиваю над ними. Я к ним более лояльно сейчас настроен. Я обычно говорю, мне это не интересует, когда кредиты все вот это я кладу сразу. А тут звонят и говорят, здравствуйте. Какой у вас пинг до Америки? Прям сразу. С чего до Америки? Какой у вас пинг до Америки дома? А, у вас есть интернет дома? Я говорю, конечно. А какой у вас пинг до Америки? Кто? Пинг. Пинг. Знаете, что такое пинг? Нет, не знаю. Ну, скорость отклика. То есть, во всех системах в интернет посылается, допустим, пакет из бит, ну, пакет единичек ноликов, да? И у него физически есть скорость, с какой он приходит, и приходит образно. Отражается. Это вот со скоростью оптового окна, со скоростью света происходит. И он говорит, какой пинг до Америки? Я начинаю так думать, думать, и я быстро решил эту задачку и отвечаю. Ну, вот сейчас вам предстоит тоже решить эту задачку. А она говорит, а у нас 3 миллисекунды. Сколько? 3 миллисекунды. А, скорость света не позволяет? Очевидно. Одна седьмая секунды – это обход Земли. Поэтому, если ты до Америки, ну, до Америки немножко ближе, чем до туда. То есть, 40 тысяч за одну седьмую. Ну, допустим, до Америки 7 тысяч по прямой, да, примерно. Значит, у нас 15 тысяч. Так, одна седьмая – это что? 60? Нет, 40 тысяч – это одна седьмая секунды для света. Ну, а, соответственно, здесь будет, ну, предел упирается в одну двадцатую вообще, в принципе. Ну, да. Меньше не бывает. Поэтому можно еще и за вранье привлечь был. Да, да. Нет, и когда мне говорят 3 миллисекунды, я подумал где-то секунды 2-3. Но я проще думал. То есть, 40 тысяч периметр примерно, 20 тысяч, допустим, от нас до Америки. Ну, на самом деле, допустим, от нас до Америки меньше. 7, ну, неважно, это все уперется. Ну, и 300 тысяч делим на 300 тысяч километров. Получается примерно 2 третьих. То есть, 66 миллисекунд хотя бы должно быть. Вот. Ну, или там меньше, там, 33, допустим. Ну, понятно, да. Ясно, что... Порядок, в общем, сильно больше, я так говорю. Так, увы, что скорость света превысили. Она вообще даже не поняла. Она даже не поняла. Она даже не поняла. Она даже не поняла. Да, ей сказали, это говорите все. Да. Ну, это вот такое прикольное. Но зато это привлекло мое внимание, да? Да. Но я сказал, вы, если сюда так будете звонить, я вам советую больше никому не звонить. Вы там посчитайте хотя бы на листочке? Ну, меня веселят. Вот зачем нужна математика, чтобы хотя бы себя веселить в таких случаях? Да. Так. Ну, что? Предпоследний вопрос. А, нет. Последний. А, последний. Ладно. Последние два тогда... А это у нас батарейка кончилась или уже время кончается? Все. Все. Последние два вопроса. Пифагор или Декарт? Пифагор. Почему? Ну, он был раньше, он принципиальный. Ну, во-первых, действительно просто он был раньше. Ну, и во-вторых, он как бы... Ну, Декарт сделал то, что мне казалось... Мне кажется, что Декарт, ну, по крайней мере, то, что ему приписывается Декарту система координат, мне кажется, ее должны были знать и до него. Просто он ее как бы... Ну, да. За собой. Да, я бы все-таки однозначно за Пифагора. А может быть, кто-то переплюнул Пифагора в ваших глазах? Ну, это неестественно же, это невозможно понять. Нет, ну, он старше, он прародитель много всего. Ну, да. Много чего. Так, и последний вопрос будет тогда, лайтовый. Игра в имитацию или Интерстеллар? А я не знаю ничего ни того, ни другого. Ни того, ни другого? Ну, тогда... Я никогда в жизни не играл ни во что. Ни в каких компьютерах. Это фильм. Игра в имитацию, это фильм про Энигму, по-моему. А, это что... Про шифровальную машину. Не знаю. Я, кстати, очень вам советую посмотреть и нашим зрителям. И Интерстеллар, как такой космический, с чернодырной, да, с черной дырой, интересными парадоксами. Не, я как-то не это самое... Не интересно? Да нет, просто Чукчин не читатель. Нет времени вообще. Нет времени. Все понятно. Мы с семьей все-таки смотрим что-то, что для детей интересно тоже. Вот. Но стараемся. Ну, что, дорогие зрители, надеюсь, было любопытно, интересно. Вот такой наш коротенький ролик будет. Ну, и дальше будет еще ролик, вот, стрим. Да, 7 утра по Москве сейчас будет, да. С доской и со всеми причиндалами, так сказать, с объяснениями. Более обширный. Спасибо. Всем пока. Маткульт, привет.